Всем добрый день! И сегодня я продолжаю свою прогулку по Царицыно. И напоминаю, у меня уже есть одно видео, но я все равно напомню, что я иду от края ландшафтного парка к центру дворцового комплекса Царицыно. В предыдущем видео я показала павильон Нерастанкино, грот с нимфой и русалочий остров. А сегодня мы с вами посмотрим сначала башню-руину. Это одна из первых затей романтического пейзажного парка начала XIX века в Царицыно. Выполнена она из гротескового, неотесанного белого камня и кирпича. Она имитировала остатки разрушенной средневековой крепости. Так что это не остатки какой-то крепости, а построенная в 1804-1805 году затея романтического пейзажного характера. Согласно документам, в 1825 году основание постройки было украшено цветными мхами. Свод башни был убран цветными раковинами. И первоначально башню-руину венчала ажурная беседка, утраченная в начале XX века. Крутые ступени вели к обзорной площадке прямо по гребню стены. Поэтому во второй половине XIX века постройка получила название «Чертова лестница». Ну, по этим ступенькам мы с вами обязательно еще прогуляемся. Я вам хочу сказать, вот несколько достопримечательностей мы уже с вами все-таки прошли. Вот на данный момент вот эта башня-руина самая популярная. Очень много народу фотографируется, поднимается наверх на обзорную площадку. Так что народу много, народу нравится. Ну, а теперь давайте пойдем сходим. Вот такой вид открывается с башни сверху. Вот так это все выглядит. Идея возведения этой башни пришла Екатерине II после того, как граф Орлов, Алексей Орлов, вернулся из Италии. После того, как он там разыскивал княжну Тараканову. С ним на корабле плыл некий художник, делающий во время поездки-зарисовки достопримечательности Италии. И по возвращению императрица ознакомилась с этими зарисовками и распорядилась возвести в Царицыне руину по одному из этих набросков. В советское время башню руину использовали для тренировок альпинисты, отчего она сильно пострадала, были утрачены участки стен и почти все ступени лестницы. Башню неоднократно реставрировали. Последний раз реставрация была произведена в 2007 году. Но беседку наверху, к сожалению, так и не восстановили. Ну и вот прямо от башни руины мы с вами идем по такой вот дорожке по парку, павильону Миловида. Павильон Миловида установлен в одном из самых живописных частей парка, среди густых посадок. Посадок и открывается здесь вид на залив. Построен он по проекту архитектора Еготова в 1803 году. Этот павильон заменил собой пришедший в ветхость прежний деревянный павильон, который строил Баженов. Изначально этот парк проектировал и строил в 1776 году Баженов. Миловида представляет собой открытую сводчатую галерею с поперечными проходами. От этого образуются четыре помещения по углам. Павильон Милова Декор свода выполнен в технике грязаил. Снаружи павильон украшают фигуры сфинксов, медальоны, статую вакханки и сидящих богинь Авроры и Венеры. Изначально скульптурное убранство было намного богаче, но, к сожалению, со временем все это было утрачено. В начале 19 века во время дачного бума в Царицыне декоративная постройка использовалась как чайный домик, получивший название Миловидовой, и нередко здесь играл духовой оркестр. Ну а в дальнейшем павильон пришел в запустение. Реставрационные работы проводились в конце 20-х годов, в 1958-61 годах. В 1992 году в павильоне случился пожар и серьезно повредил Миловиду. И вот в 2006-2007 годах была проведена реставрация большая, которая вернула павильону тот облик, который существовал на протяжении 19 века. На этом я закончу сегодняшний видеорассказ. Но вы оставайтесь на моем канале, подписывайтесь, комментируйте. Дальше будет много интересного, потому что я продолжаю гулять по парку Царицыно. А сегодня я вам говорю, до свидания, еще обязательно увидимся.